Итак, друзья, приветствую вас всех! Мы сегодня с вами занятие проведем достаточно быстро. И мы сегодня поговорим, наверное, с вами о одноклассниках. Что там нужно делать? Вот наша с вами задача, наша с вами задача, это набирать подписчиков. Вы можете набирать подписчиков через Альт-клуб, можете набирать подписчиков через ваши воронки. Не важно. Но вот нам нужно набирать подписчиков. И минимум, если вы не работаете платными методами, то у вас должно быть минимум 10 подписчиков в день, 10 новых человек должно быть в вашем рассылщике. Не важно, это в Альт-клубе или в рассылщик InWeb24, но 10 новых подписчиков должно быть. Если это в Альт-клубе, то мы их, конечно же, переносим, в рассылщик InWeb24. Итак, давайте поговорим о одноклассниках, потому что все зарегистрированы в одноклассниках. Что мы с вами можем делать? Вот немножко, наверное, так все подрасслабились, потому что я помню, когда мы только пришли в бизнес, мы постоянно делали какие-то мероприятия, постоянно создавали людей, приглашали и так далее. И у нас есть классное мероприятие, которое называется «Стартап ВКонтакте». И можно создать вот такое мероприятие и приглашать туда людей. Я сейчас включу рабочий стол. Так. Не, я сейчас включу доску. И напишу. Значит, первое. Первое. Мероприятие. Вот я рекомендую. С воронки вы можете все списать. Ну, может, по-другому как-то назовете. Ну, с воронки вы можете все списать, что будет на этом мероприятии. То есть рассказать, что я вас научу, как продвигать ваш бизнес в интернет и так далее. Дальше. Следующее, что. Каждый день добавлять… Сейчас, минутку. План такой сделаем. Каждый день добавлять новых друзей. При добавлении обязательно смотрите, когда этот человек последний раз был в «Одноклассниках». Если это было больше, чем неделю назад, то я его тогда не добавляю. Вот. Следующее, что мы еще можем сделать. Следующее – это рекомендую вам в «Контакте» завести два аккаунта. Ну, как минимум. Вот так получилось написано. Два аккаунта завести «ВКонтакте». Никаких игр там вообще не должно быть. Все поудалять, да. И, конечно же, ну, пересмотрите свои фотографии. То есть, это должно быть что-то, что-то вот такое о бизнесе, о вашем стиле жизни и так далее. Вот. Друзей добавлять. Вот здесь есть Антонина Королева, да. Вот она помнит Антонина, когда только пришла делать бизнес в интернет. Вот. Мы все приходим, не умея создавать какие-то там воронки, какие-то вещи. Вот. И вот Антонина пришла делать бизнес в интернет. Она пришла абсолютным новичком, только купила ноутбук, вот открыла и все. И вот кажется, это надо очень долго обучаться, чтобы начали появляться подписчики и партнеры. Что делала Антонина? Антонина, она каждый день добавляла новых друзей. Вот сколько позволяет аккаунт, пока они начнут писать такие кракозяблики, да. Вот. Как только эти кракозяблики у вас появляются, все, вы выходите с одноклассников. Не просто закрывайте, а выходите, выход нажмите. И переходите в другой аккаунт. Вот. И в другом аккаунте добавляете друзей. И Антонина даже не создавала в начале мероприятий, даже ничего не делала, никаких групп не создавала. Антонина меняла статусы. То есть три раза в день меняла статусы. Но у нас тогда была одна воронка, понимаете. Вот сейчас, когда мы можем взять бесплатности сальто, вот все их книги, все их видео, вот, и сделать, ну, не знаю, воронок 30 или 40, там, наверное, а может и больше можно сделать на бесплатности. Вот. Представьте, вы будете статусы менять и ставить воронки. У кого сколько воронок есть, напишите. Вот Антонина говорит, да, точно так и было. Бросала просто статусы со ссылками. Да, я, кстати, не довела эту мысль до конца. Антонина бросала статусы со ссылками. И, вот, статусы со ссылками бросала. И какой-то бизнесмен, который с Москвы прошел по этой ссылке, подписался, зарегистрировался. И Антонина заработала, ну, свои первые какие-то очень-очень классные деньги. Антонина, ты, если помнишь, напиши, пожалуйста. Вот в первый месяц Антонина очень хорошо заработала, несмотря на то, что, да, вот, была в шоке, да. Несмотря на то, что абсолютный новичок. Но скажу вот честно, точно, сидела она много и знакомилась, знакомилась, знакомилась. То есть появлялись люди, вернее, ну, да, добавляла в друзья и меняла аккаунты. Нам с вами нужно делать то же самое. Вот, это в гривнах, если в долларах по курсу 8, ну, 200 долларов, да. Вот, ну, вот, пожалуйста, это в первый месяц заработка человек, который только купил ноутбук, представьте, вот только открыл его, и вот так вот можно зарабатывать. Вот, то есть мы два аккаунта заводим, добавляем друзья. Что еще мы делаем? Еще мы с вами группу создаем. Я одну такую вещь открыла, вы будете очень смеяться. Вот то, что когда-то сделал, оно не уходит в прошлое в интернете, это реально. Вот, группу создаем свою. Когда-то очень давно я создала группу в этой группе. Я администратор, ну, не знаю, там, пригласила пару человек и забыла об этой группе. Вот просто забыла. Группу назвала «Как развивать свой бизнес в интернет». Вот, ну, и вчера тестировала работу в «Одноклассниках», да, и вот что-то у меня выскакивает, какая-то постоянно там картинка выскакивает, выскакивает. Вот, какая-то группа. Вот, я захожу в эту, ну, нажимаю на эту ссылку, а там написано, что «Вашу группу там просятся новые люди принять всех, а их так много!» Вот, они сами просятся, понимаете, я эту группу не веду, ну, наверное, ну, создала, наверное, год назад, вот, и вот их просто миллион. То же самое у меня произошло с моим каналом на YouTube, который, вот у меня был первый канал на YouTube, ну, я его завела, наверное, года три назад, может, даже три с половиной, когда только вот тоже себе купила компьютер и пришла в интернет, и разместила там кое-какое видео. И недавно с Людой Мельник разговариваю, говорю, Люда, а подскажи, что это у меня возле видео, такие зеленые стоят квадратики. На старом канале, ну, хочу почистить, потому что, когда мое имя, ну, нажимают, то выскакивает первый, это мой старый канал. Вот, она говорит, зеленые квадратики, да ты что, если ты бы, ну, Google рекламу поставила, то ты бы уже хороших денег заработала с этих зеленых квадратиков. То есть, вот, то, что мы когда-то делаем, оно не уходит в прошлое, оно в интернете остается. И вот эти все группы, вот эти все видео, они никуда не деваются, они остаются в интернете. Поэтому мы создаем еще свою группу. Называйте ее, как хотите, назовите ее «Продвижение вашего бизнеса в интернет», назовите ее как-то по-другому, назовите, хотите там, бизнес в соцсетях или, ну, вот, как вам удобно. Или инструменты для MLM предпринимателей, назовите. Или просто инструменты для предпринимателей. В Одноклассниках очень много, ну, людей, которые странички, странички заводят, как, ну, как магазин такой, да. Вот, вот можно и этих людей в эту группу приглашать. Вот, создаем группу, не забываем там менять посты, что-то писать в этой группе. Следующее, что мы делаем. Следующее, мы идем, я вам показываю рабочий стол. Вот, хочу показать, что еще. Вот, сегодня одну, одну цель покажу, одну мысль. Есть, да? Рабочий стол. Так, воронки у Ольги 10, у Анны пока одна, у Сергея 10, у Светланы 5, 10, 1, 10, 5. Вот, вот, а можем мы сделать воронок в миллион. Ольге Сенечевой спасибо, что она с нами делится. И кто еще делится, тоже спасибо отдельное. Потому что так легко сделать ту же воронку на Альт-клуб, которую Ольга дала файл. И за 2 минуты вчера я просто его сделала, и Валера уже работал с этим файлом. Итак, друзья, что еще мы делаем? Да, смотрите, зачем группа нужна? Группа нужна, вот, вы добавили в друзья человека, да? Вы его пригласили на мероприятие. А он может, ну, вы меняете статусы вот 3 раза в день. Но он может, в принципе, и не будет как-то реагировать. А вы его пригласили в группу. И если у вас группа будет интересная и наполненная, то вот человек, ну, еще такое дополнительное, скажем, касание. И вы его пригласили в группу, а там в этой группе вы администратор. Еще с одноклассниками мы с вами поработаем, пообщаемся. Ну, вот я к тому, что надо, завтра у нас школа стартап в 12 часов, и надо людей приглашать на вот это обучение. Очень классное обучение. Так, сейчас, что я вам хотела показать? Где тут я? Вот, вот тут я. Значит, что мы пишем в заметке? Вот, я сейчас вам покажу. Вот, смотрите, это видеоролик. Это видеоролик. Сейчас, минутку я запишу. Чтобы не забыть. Это видеоролик компании InWeb24. Я взяла этот видеоролик, закачала себе на свой канал, да, и написала. Как легко и быстро заработать деньги в интернет. Жми по ссылке. То есть, людям надо четко говорить, что с этим роликом делать. Под видео пройдите легкую регистрацию и получите в подарок сервис для продвижения вашего бизнеса. Вот. Все. И поделиться. Смотрите, как красиво. И все. Человек нажимает на эту ссылочку. И вот под видео... Ой. Не тот. Не тот у меня. Не сохранила. Вот. Под видеорегистрация должна быть... Сейчас. Под видео... Я его только загрузила, этот ролик, да. Под видеорегистрация, если это InWeb24, то, конечно, должна быть регистрация на InWeb24. И здесь вы делаете описание, что здесь есть, что вы получите. Опять можете то же самое написать, что и в Одноклассниках написали, что вы получите, пройдите легкую регистрацию и получите сервис для продвижения вашего бизнеса. Все. Вот. Пожалуйста. И когда вы добавляете новых друзей, то эти друзья, конечно же, видят, что ваши... Ну, ваши заметки, да. И они все это рассмотрят. И по поводу добавления новых друзей, друзей мы добавляем, вот мы вам рекомендуем, именно с групп сетевых. И еще самое основное, что я хотела вам сказать. Меня видно, да? Вот. Самое основное, что я вам хотела сказать. Вы идете в соцсети, в такие соцсети, как Одноклассники и ВКонтакте. И набираете в поиске по группам доски объявлений. Сейчас уже доски объявлений, вот те, которые были, они не работают. Вот те, которые надо было регистрироваться на этих досках объявлений. Потом там чего-то... Ну, постоянно регистрироваться, постоянно обновлять и так далее. Вот. Их вообще много, точно. Вот. Смотрите. Вот я вчера вступила вот в эти 5 групп. А всего, видите, 2878 групп этих. Где-то можно давать бесплатно. Где-то там написано, что свяжитесь предварительно вот с администратором группы. Но бесплатных полно. Вот. Вот. Бесплатные доска объявлений, да? Можно написать бесплатные объявления. И вы заходите в эту группу, то есть вот самая большая доска объявлений. Смотрите. 15 тысяч человек. 5 тысяч здесь. Да. Ну, я видела и 15 тысяч, и 20 тысяч. И, конечно, тут все, тут весь, ну, все, все, что можно. Вот. Но, тем не менее, 15 тысяч. Вы заходите в эту группу, и вот можете то же самое, что вы написали на статусе. Вот. Можете что-то другое придумать. Можете бизнес в интернете как начать. Можете на завтрашнюю школу стартап пригласить. Вот просто пишите, что новейшая технология, как продвинуть бизнес в ВКонтакте. Пиши. Можете, можете написать еще и свой скайп, допустим. Вот. Смотрите. Если вы пишете. Вот. Я писала для стартапа ВКонтакте. Вы хотите узнать, как грамотно оформить ваши профили в социальных сетях? Как абсолютно бесплатно привлекать новых подписчиков? Пишите в личку, адрес, вышлю информацию. Либо, ну, по-разному пробуйте, чтобы не одно и то же у вас было, да? Либо свяжитесь со мной по скайп, или пишите ваш электронный адрес. Либо вы пишите, вот как здесь, пройдите легкую регистрацию и получите в подарок, ну, и получите приглашение на трехдневную школу стартап ВКонтакте. Вот. Вот. Вот как-то, как-то так, да? Вот доски объявлений. И они сейчас нам заменят вот те доски объявлений, которые были. Помните, как мы набирали, вот кто с нами работал, мы набирали доски объявлений. И муторно, и долго на них давали объявления, потом регистрировались, потом надо было постоянно это объявление поднимать. Вот. И с каждой этой доски регистрируешься. Ну, то есть это долго, и, ну, как особого выхода такого не было. Вот. Сейчас мы вот можем с вами в соцсети ВКонтакте все эти доски объявлений, все это сделать. Вот эту мысль я вам хотела донести, что работать на досках объявлений, создавать мероприятие. Так, что тут у нас осталось? Ура. Вот. Значит, мероприятие стартап ВКонтакте создаем. Или какое-то другое мероприятие. Каждый день добавлять новых друзей. Два аккаунта завести. Группу создаем. И еще, что мы в группе делаем? Кто умеет записывать видеоролики, я вам рекомендую в группе, кроме статусов, вы пишете, записываете такие маленькие видеоролики, видео, 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 видео инструкции. И размещаете в группе. Вот. И пусть под вашей видео инструкцией опять же будет ввести куда-то ссылочка. Допустим, вы можете сделать видео инструкция, как шаблона сделать воронку. Вот. И не рассусоливая ничего. И почему мы не пишем там, как из SSB файла, да? Вот. А пишите с шаблона. Почему? Потому что люди не будут понимать, что такое SSB файл. Они даже не начнут это смотреть. А если вы сделаете видео воронка шаблона для вашей структуры и расскажете в этом видео, скажете, привет, друг, есть такая возможность делать воронки для всей вашей структуры. К примеру, у нас завтра стартап ВКонтакте мероприятие. И вот такой шаблон есть. И я этот шаблон сейчас снимаю видео и даю всей организации. И они приглашают на это мероприятие. Вот. Все. То есть вы показали, что можно очень быстро продвинуть сетевой маркетинг при помощи вот этого шаблона. И даете ссылку на магазин. Даете ссылку на или на какую-то воронку, или на регистрацию, или на магазин. Все под этой видеоинструкцией. И вот в группу вы бросаете что-то интересное, полезное. В группу вы добавляете видеоинструкции. В группу там, может, какие-то интересные картинки. Добавьте немножко смеха какого-то. И у вас будет все отлично развиваться. И по видео, как создавать видео. Сейчас у нас обновился, не знаю полностью или нет, но обновился, да, частично точно. Обновился коуч по YouTube. Вот. И рекомендую просмотреть этот коуч, ну, как правильно создавать видео. То есть видео не просто должно быть видео записано, а оно нести должно определенную цель. И люди очень любят эти видеоинструкции. И люди обожают, вот в одноклассниках вообще-то не очень продвинут в техническом плане народ. Поэтому люди обожают там, как зарегистрироваться в Skype, как зарегистрироваться в почте. Как за... ну, только надо всегда говорить, что для чего зарегистрироваться в Skype. Потому что в Skype вы можете там разговаривать с любым городом, с вашей структурой, с 25 людьми вместе, собирать там конференции. Вот. Все. Два слова сказали, видеоинструкцию такую создали. И она будет пользоваться очень большой популярностью. Вот так мы работаем в одноклассниках. Еще будет дополнительное занятие по одноклассникам. Дополнительные фишки. Ага, я запишу. Что группа доски объявлений. И берите вот эти бесплатности. Вы не бойтесь, что сейчас вся структура пойдет в эти доски объявлений. И что-то там будет, ну, и будем одинаковое бросать. Я, допустим, сейчас книжечку для мамочек по сказкам. Там, кстати, вот книжку для мамочек по сказкам лучше, может, даже не на доски объявлений идти, а на группы там, где мамочки. Вот. Вот туда пойти. И там эту книжечку бросить. Опять же, этих групп ваш ребенок, мой малыш и мама, и мама в декрете. И вы прекрасно знаете все, что даже там себе как бы поможешь, не поможешь, это неправильно, да, но малышу ты впишешься, чтобы получить эти сказки. И если вы расскажете, что эти сказки там воспитывают у ребенка, лидерство там, чувства этого, того и так далее. Вот у Ольги очень классная по сказкам Сенечева воронка. И если вы вот такую вороночку сделаете, да, то мамочки с удовольствием впишутся. И у вас будет не 10 новых подписчиков в месяц, ой, в день, а 100 будет новых подписчиков в день. Поэтому, друзья, приглашаем завтра на стартап ВКонтакте. Очень классная школа. И вы поймите, что... Да, обалденная воронка. И вы поймите, что стартап ВКонтакте – это... Ну, инсошел, такого инструмента больше нет ни у кого. Вообще ни у кого нет такого инструмента. Мы еще этих людей научим создавать брендированные аккаунты. Вот пусть они пока у нас появятся новые кандидаты, новые подписчики. Мы потом научим их создавать брендированные аккаунты и сделаем такой, знаете, вот чат, чтобы они сбрасывали свои странички, вот, ну, чтобы как-то сойтись и как-то быстрее подружиться. Людям очень нравится, чтобы они не сидели в чате молча, да, а вот их пригласили, первый урок провели, рассказали, как страничку делать. И все. И вот, пожалуйста, показали. Вот страничка. Теперь показывайте странички. И мы с ними будем дружиться. И будем потом их монетизировать. Вот так вот. То есть превращать наших партнеров. Вот. Ну, все на сегодня. Вот я вложилась в полчаса. Если есть вопросы, задавайте. Если нет вопросов. Вот, Светлана, классный вопрос. Супер. Смотрите, вот этот вопрос решается, что воронок много можно создать, а к ним же письма нужны в автоответчик. Вот. По поводу писем в автоответчик. Вот письма, да, писать, ну, лень. Так вы на воронку ставьте не форму подписки, а ставьте кнопку на альт-клуб. Ставьте кнопку на альт-клуб, и получается, что человек регистрируется в альт-клуб, а там уже их мотивируют и так далее. То есть там уже их монетизируют, приглашают, письмами забрасывают, а у вас есть в это время свободное время, и вы можете свою рассылочку создавать, а не думать каждый день, что же ему написать, а вы свою такую суперскую, просто классную, какую-то бомбовую, свой эксклюзив создадите. И все, и вот таким образом решается. А с этой с альт-клуба переносим всех винтач в рассылщик, переносим всех в рассылщик с альт-клуба, и уже сами отсылаем им письма, допустим, на какие-то мероприятия, которые проходят именно у нас. Потому что мы с сентября планируем, презентации будут тематические, то есть на презентациях будем продвигать какой-то один инструмент и показывать, как он работает для сетевиков. Как всех перенести одним файлом? Ольга, я еще не пробовала, обещали, что будет видео, но попробую сегодня. Если не получится, будем ждать видео. Ну вот, отлично. Значит, вот вам задание. Создать два аккаунта, группу, видеоинструкции, кто умеет писать, пишите по теме, добавиться в доске объявлений, менять каждый день статус, и добавлять... Добавлять, менять каждый день статус и добавлять новых друзей. Вот. Ну все. Тогда идем работать в Однокласснике. Если у кого-то есть еще что сказать или какие-то темы, говорите. Если нет, идем работать. Все. Отлично. Всего доброго тогда. До новых встреч в чатах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok